Всем привет! Вы находитесь на канале Ментал ТВ. Здесь мы изучаем невербальное поведение человека и стараемся сделать вашу коммуникацию хоть чуточку безопаснее. В сегодняшнем выпуске я рассмотрю, какие жесты и сигналы тела выдают неуверенность человека и как это исправить. А перед тем, как начнем, хочу вам напомнить о сервисе Викиум, который поможет вам в развитии наблюдательности, внимания, памяти и остальных навыков, которые будут полезны при наблюдении не только в профайлинге, но и в жизни. После регистрации на основе ваших потребностей будет построена определенная программа на развитие тех качеств, которые необходимы конкретно вам, и будут предложены тренажеры для тренировки. Многие подписчики уже тренируются. Присоединяйтесь и вы. Ссылку я добавлю в описании. Состояние неуверенности я буду рассматривать с точки зрения временного явления, а не постоянного. Характер и состояние человека довольно изменчивы. Сегодня мы грустные, завтра радостные. В компании с друзьями мы можем вести себя спокойно, комфортно, уверенно, а в присутствии малознакомых людей или в другом незнакомом месте можем испытывать дискомфорт и неуверенность. Но я более чем уверен, многие из вас не хотели бы чувствовать себя неуверенно везде, и тем более, чтобы это заметили другие. Ведь таким образом не только вы будете чувствовать себя слабо, но и другие люди, которые это почувствуют или заметят, могут повысить свою значимость по отношению к вам и относиться не совсем серьезно. В одном из выпусков, где я рассматривал поведение уверенного человека, некоторые зрители, которые однобоко и плоско смотрят на ситуацию, неверно истолковав мои слова, решили, что я называю Цукерберга неуверенным человеком. Мол, как так? Он миллионер, у него все есть, и что вообще значит он неуверенный? Поэтому в избежание подобных ситуаций в будущем я повторюсь, что необходимо учитывать базовую линию поведения человека, его характер и ситуацию, в которой происходит действие. Тогда Цукерберг, сидев в чужой стране, на незнакомой передаче, его деятельность вообще не предусматривает комфортное поведение на ТВ и, соответственно, у него проявилось состояние неуверенности. Будь он у себя в офисе, общаясь с подчиненными, то, скорее всего, он уже не будет себя вести так. И это вполне нормально. По невербальным сигналам мы должны считывать состояние человека в конкретной ситуации и по возможности прогнозировать его будущие действия, а не ставить диагноз по одному моменту, что он должен вести себя так и никак иначе. Во время начала работы над выпуском я попросил подписчиков в нашей группе ВКонтакте описать свой опыт того, как они себя ведут в ситуациях неуверенности и дискомфорта. Большинство имеет схожие признаки, о которых я сегодня расскажу, но у некоторых есть отклонения от общепринятой нормы поведения. Поэтому я рассмотрю наиболее популярные случаи, которые возникают у большинства людей. У некоторых, естественно, могут быть исключения и неуверенность будет проявляться по-другому. Прочитать все подобные описания вы можете под соответствующим постом в группе ВК и там же оставить свой опыт, чтобы другие сделали выводы для себя. Человек, который находится под воздействием негативных эмоций, тревоги, сомнений и неуверенности, испытывает эмоциональное возбуждение и стресс, который будет отражаться на его поведении. Это может проявляться в частой смене жестов, поз, нестабильными или застывшими эмоциями, чрезмерной жестикуляцией или, как говорят, находиться не в своей тарелке. Подобное поведение мы можем увидеть у Ивана Руцкого и Ивангая на передаче «Вечерний урган». За все время интервью он сменил большое количество жестов, поз, проявляется нервозность и эмоциональная нестабильность, что говорит о неуверенности в данной ситуации. Подобное поведение можно объяснить тем, что мозг находится в поиске комфортной точки и перебирает разные варианты расположения. Если вы заметили за собой такое поведение, то постарайтесь успокоиться и занять уверенную позицию, захватив территорию вокруг себя. Например, положив руки на подлокотники, приподняв слегка подбородок, расслабив плечи, расслабив ноги, либо сложив ноги треугольником, облокотившись на спинку кресла, если есть. Если нет, то выпрямите просто спину. Это в случае, если вы мужчина. Если же женщина, то выпрямите спину, расслабьте плечи, расположите одну ногу на другую, положив руки на подлокотники или можно положить одну руку на колено, другую на подлокотник, либо же обе на коленах и одна ладонь покрывает другую. Такие позы у девушек излучают больше уверенности. Попробуйте некоторое время насильно сдерживать любые попытки сменить позицию и либо вы приобретете комфортное состояние через время, либо хотя бы будете выглядеть более уверенно в глазах своего собеседника. Похожее состояние демонстрирует и Павел Прилучный на передаче «Вечерний Ургант». Он достаточно хороший и харизматичный актер и в более комфортных ситуациях он излучает спокойствие и уверенность, как, например, на этом интервью. Но почему-то на всех передачах у Ивана в его поведении замечена чрезмерная нервозность и проявление стресса, возможно, связанная с высокой ответственностью. Все это дополняется одной из реакций мозга при переживаниях – реакция замирания, которая заставляет человека сжиматься, чтобы выглядеть маленьким и неприметным. Он занимает меньше территории вокруг себя, спина сгорбившаяся, ноги и руки скрещены в замок, голова слегка опущена, что похоже на эффект черепахи. Когда человек опускает голову и поднимает плечи к ушам, то это служит выражением слабости, неуверенности и негативных эмоций. Похожую реакцию можно увидеть ресторатора на последнем баттле, который некоторые подписчики просят до сих пор разобрать. Также сигналами того, что вы не совсем уверены в себе и чувствуете дискомфорт, будут свидетельствовать жесты, которые часто используются в таких ситуациях. И если вы в действительности в данный момент не испытываете никакого негативного состояния, а жест получился случайно, то человек на подсознательном уровне будет воспринимать все отрицательно. Поэтому лучше исключить вообще подобные жесты на деловых встречах, собеседованиях, свиданиях и других ответственных событиях. Самый популярный жест, который ассоциируется с дискомфортной ситуацией – это скрещенные руки на груди. Этот жест бывает в нескольких вариациях. Скрещенные руки с кулаками, обхватом предплечья. Многие, кто использует этот жест, говорят – мне так удобно стоять. Возможно и так, но в большинстве случаев, как показывает практика, человек просто не в состоянии объективно оценить свое состояние. И естественно, он будет чувствовать себя комфортно, когда создал барьер в ситуации, которая его тревожит. Это вполне логично. Также похожее значение имеет жест, когда происходит неполное скрещивание рук, обхватывая руку в области предплечья, либо создание барьера из кистей в области паха. Эти жесты наиболее чаще демонстрируют вашу неуверенность, и это замечают люди, которые окружают вас. Барьеры могут быть частичными и использоваться не только с помощью ваших рук, а и с помощью любых предметов, которые оказались у вас под рукой. Например, кружка чая или сумочка у девушек. Либо, когда человек идет перед людьми, то может поправлять одной рукой рукав рубашки, часы или кольцо на пальце. Многие люди отмечают за собой неуверенность, когда засовывают руки в карманы. Половина признает, что чувствует дискомфорт в данный момент, другие обманывают себе, не давая объективную оценку своему состоянию. И единицы используют подобный жест намеренно или неосознанно. Вместо этих барьеров расположите руки свободно вниз. Для удобства, чтобы не стоять как солдат или истукан, можно расслабить корпус, выставив одну ногу в сторону и держать упор на другой ровной ноге. Это наиболее яркие признаки, которые могут восприниматься многими людьми интуитивно, и чтобы заметить их, не составит особого труда. Но у человека могут проявляться и небольшие сигналы тела, которые будут говорить о его тревожности, беспокойстве и стрессе. Соответственно, это может говорить о неуверенности в данный момент. Лично я, когда чувствую неуверенность или дискомфорт, могу также перебирать пальцами на ходу, проявляется сжатость в теле, прячу руки в карманы, постукиваю ногой или занимаюсь посторонними делами. Большинство в момент неуверенности или дискомфорта имеют следующие сигналы и поведение. Чувствуется напряженность в теле. Особенно проявляется это в плечах, руках и ногах. Занимаются посторонними делами. Не могут найти точку опору и комфортную позицию. Появляется дрожь. Не могут смотреть в глаза собеседнику. Повышается количество жестов адаптеров. Подергивание ногой или пальцами. Изменение походки становится как деревянное. Это распространенная форма успокаивающего поведения, которую использует человек в моменты стресса. Как правило, это больше присуще девушкам. Когда им нужно успокоиться или они чувствуют угрозу, дискомфорт, незащищенность или страх, то они поглаживают область чуть ниже шеи, еремную ямку. Также вместо этого могут поглаживать украшения, например. Мужчины же в свою очередь могут поправлять галстук либо шейную область. Попытки справиться с ощущением дискомфорта или неуверенности. Сигналами о том, что человек в данный момент также чувствует себя неуютно, могут говорить такие успокаивающие сигналы, как потирание лба или поглаживание шеи. Но нужно быть внимательным. Если подобная реакция проявляется у человека при ответе на ваш какой-либо вопрос, то можно сделать вывод, что то, о чем вы его спрашиваете, вызывает у него стрессовое состояние и он пытается успокоиться. И если покопаться немного поглубже, то может выяснится, что он хочет избежать обсуждения этой темы либо лжет. Но, тем не менее, это в любом случае будет означать то, что он не уверен в своих слабах либо себе. В момент беспокойства один из вариантов лишних телодвижений. Человек может стряхивать несуществующие пылинки с плеч или с ног. Также во время этого его руки могут вытирать вспотевшие ладони, поглаживая ноги. В данном случае беспокойство и неуверенность человека достигает пика. И если подобное видите у своего собеседника, то стоит разрядить обстановку, предложив, например, какой-нибудь напиток. Либо, если в таком состоянии находитесь вы, то попробуйте успокоиться, глубоко набрав или выдохнув воздух несколько раз. И попробуйте разобраться в причине такого стресса в своей голове. Кстати, глубокий вздох и выдох – это также является признаком стресса человека. Когда вы сильно переживаете, ваш мозг сам предпринимает разные попытки успокоиться. И когда в легких не хватает воздуха, человек неосознанно будет набирать и выдыхать воздух. Но не стоит этого бояться, если вы делаете это осознанно. Ведь это необходимо для стабилизации своего состояния и спокойствия. Сигналов неуверенности человека достаточно много. И я постарался рассказать о самых популярных из них, которые проявляются одинаково у большинства людей. Естественно, у некоторых подобное поведение может входить в его базовую линию поведения. И нельзя будет сказать, что он переживает и не уверен в данный момент. И стресс, соответственно, будет проявляться по-другому. Не забывайте об этом. Перед тем, как анализировать, необходимо знать, как ведет себя человек в естественном состоянии. Если вам понравился выпуск, то ставьте пальцы вверх. Жмите на колокольчик, чтобы видеть новые выпуски самыми первыми. Делитесь этим видео с друзьями, чтобы они знали, как могут вести себя в таких ситуациях. Пишите в комментарии, на какую тему хотите увидеть следующие выпуски. Следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok